Последовательность натуральных чисел, обладающая следующим свойством. Последовательность натуральных чисел А1, А2, А3, А4 и так далее, обладающая следующим свойством. Для любого натурального числа Н существует натуральное число К и существует натуральное число Л, такие, что выполнено равенство Н это АКТ минус АЛТ. Причем, я не буду это расписывать подробно, но требуется, чтобы такая пара определялась бы единственным образом. Повторяю, можно ли выписать такую последовательность натуральных чисел? Что бы для любого числа Н, оно единственным образом возникало бы как разность двух членов этой последовательности. То есть для любого числа Н существует единственная пара натуральных чисел, обладающая таким забавным свойством. Н это АКТ минус АЛТ. Давайте решим эту задачу методом математической индукции. А именно, я буду строить эту последовательность, что называется, потихонечку. Первый член пусть будет район 1. Второй член пусть будет район 2. Понимаете ли вы, что вот эта разность уже есть. 2 минус 1 это сколько? Это 1. Так вот, я сейчас достаточно далеко отойду от этой последовательности. И там возьму два числа, отличающихся на 2. Ну, давайте, на сколько в этом случае достаточно отойти? 5 и 7. Ну, например, 5 и 7. Почему нет? Могу. Здесь возьму 5, здесь 7. В таком случае я пишу 7 минус 5 это 2. А вот еще будет довольно много других чисел. Возникнет 5 минус 2 это 3. Возникнет 5 минус 1 это 4. Что еще будет? Мы не только 7 минус 2. Что? 7 минус 2. 7 минус 2 это у нас будет 5. 7 минус 1. 7 минус 1 это будет 6. Еще. Вот, ребята. 1, 2, 4, 5, 6. Следующий нерисующий. У меня, вы начинаете? Начинаем. У меня есть кода. Секунду. А давайте я не буду идти в шаге числа. А давайте я сделаю очень просто. Я здесь напишу следующее число с запасом. Я напишу здесь 100. А следующее число напишу 107. Если я так сделаю, то совершенно точно. 107 минус 100 это 7. Конечно. Сразу возникло много других разностей. 100 минус 7, 100 минус 5, 100 минус 2, 100 минус 1, 107 минус 5, 107 и так далее. Много, много, много. Ну, ребята, могли ли какие-то разности возникнуть, могла ли какая-то разность возникнуть, что называется, еще раз? Вот давайте подумаем, в общей ситуации, пусть у вас уже есть какие-то числа, 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 числа. И вы очень далеко от них взяли два числа на расстоянии, которые там еще ни разу не было. Может ли так случиться, что от этого числа сюда расстояние такое же, как где-то здесь? Не может, потому что эти два числа мы взяли очень далеко, правильно? Замечательно. А может ли случиться, что расстояние, которое вот здесь, такое же, как расстояние вот здесь? Ну, где-то два отрезка, где-то там. Да нет, потому что если они равны, то тогда этот отрезок равнялся бы этому. Согласны? Значит, такое тоже невозможно. Ребята, значит, принцип очень простой. Нужно следить за разностью. Все время подписывать список тех, которые у нас уже есть. И когда есть очередная, еще не объявившаяся разность, берем самую маленькую такую. И взяв очень далеко два числа на таком расстоянии, ребята, это такие вот задачи, как с конечностями, в довольно большом количестве есть. Очень часто такого рода прием срабатывает. Давайте я расскажу вам на эту тему такой простой метод, который, мне кажется, вполне объясняет, что называется, чем отличается бесконечность от бесконечности. То есть два человека, которые занимаются следующим делом. Первый из них приносит десять монеток в каждое полное. Второй берет слева одну монету. Потом первый еще добавляет десять монеток. Второй слева у края берет еще одну. Первый добавляет еще десять справа. И так далее. Вопрос. Что будет через бесконечное время? Бесконечное время. Подумайте. Да? Двой монеток. Конечно. Ничего. Почему? А потому что любую монету берут. Но в этом все еще больше. Ча. В каждый конечный момент времени у вас будет девять N монеток. Потому что десять N положили и N брали. Ну а если посмотреть, что будет после бесконечного времени? В каждую конкретную ячейку монетку когда-то положили и когда-то ее тут убрали и больше не клали. У вас не куча. Я сказал. У нас не куча, а последовательность. Этим. Продолжение следует...